напоминаем вот он самурай мне был задан вопрос а я не мог найти эту фотографию и сейчас не нашел я новую сделал я достал у себя из ящика с инструментами он мне не пригодился и можно резать хлеб он плохо режет он тупой он заточен на две стороны вот его надо а сталь хорошая крепкая его надо перетачивать его даже камень этот очильно не берет его надо на станке перетачивать на одну сторону вот она на черт его покупать было если перетачивать вот главное что мне его от души женщина прислала она мне прислала маленькую посылочку там был нож она была уверена что она мне из благодарности чего может я лично там что-нибудь положил может просто вот люди есть щедрой душой она прислала вот этот нож я потом когда написал она расстроилась что не годится ну я сказал ладно буду хлеб порезать а и второе она прислала мне рулончик знаете я забыл как называется он у меня на даче я им шланги обматываю почему она тянется рулончик белый такой белесый тоненький тянется как сопля знаете тянется 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 прежде чем порваться растягиваться вот так руки разводишь и вот я он прекрасно оказывается держит воду и у меня шланги за старые на новые денег жалко и как появится свечи я сразу раз выключил тут же обмотал прям по мокро выключил все нормально и мне очень ровно тут пригодился а нож лежал и ждал чтобы я показал чтобы не купили что такой нож вот вот это я хотел сказать я ответил на вопрос я вам показал нож настоящий и то без гарантии потому что нигде не пишется про заточку на одну сторону так а вот это окружающий мир вот я к сожалению спохватился поздно я не знаю куда делась вот это вот тут коротенький текст был и фамилия а текст звучал так вот валерий картиныч вы правы вы примерно даже в школах учат гнаить деревья я давал взгляды в начале мне показалось что товарищи уже мной наученный слова гнаить ясно че мое вот об этом не пишут что гнаить то есть считают что когда их там обрубки суют обрубки значит заваливают и там перегноем гниющим этим самым всякое в общем клака натурально и вот мы это еще будем снова проходить и вот значит слова гнения нет а человек применил его вот тогда я решил а давайте мы вместе посмотрим на эти два фотографии и вот или прислал первую посмотрел я пытался понять почему он написал что гниет что учат гнаить детей возможно это лапин потому что вот здесь видимо это ребенок сын внук возможно это лапин есть среди моих друзей такая фамилия но в данном случае не важно главная суть и так оказывается во втором классе я понятия не имел я думал там всякую руду оказывается изучает окружающий мир я давай читать и смотреть вернее вот хотя бы эти две фотки что мне прислали я увидел растение посаженную холм я так возбудился ладно мы раз вы мне прислали для комментария я комментирую подробно посадите дерево или кустарник памятка видимо это памятка выберите место для посадки но тут вопрос сложный вот этот дядя Ваня выбрал такое место вот это ужас когда будете смотреть вы поймете что он зря орал зря психовал вот что это была страстная ошибка я не просто выбрал но он еще умудрился его угодайник превратить а он и сейчас этого не знает вот потому что киселева то ему статью написал как ответ ему ну как-то мягко выберите место для посадки так вот ну понятно что на выбор места мне лично чтобы рассказать про все места это надо час-два написал умно ну как то для второго класса как объяснить ребенку про южный склон ладно пойдет выкопать ямы такого размера чтобы корни дерева или кустарника могли спокойно разместиться тоже пойдет тут не написано метр на метр на метр я вам еще не показывал если все один ролик ой я все не успеваю там доктор наук ям вообще выкопал а ведь он практик мне понравилось что он сам лопатой орудовал да так ловко выкопал здоровенную яму все он туда только не запихал а потом взял саженец вот туда воткнул и саженец настолько это ну как бы сказать он настолько калека он не знает что он калека в руках держит это мы будем проходить но он еще посадил яму и бордюрчик сделал еще бордюр чтоб вода стояла он не знает что это потом эта вода будет стоять на границе зима-весна и вот про это уже многие знают и это же не я придумал то я просто как сказать ну уже пошло повсюду и наверное не один догадался так для подвязывания итак яма размера под корни то есть это по железу то есть они не знали про железу но это правильно для подвязывания бейте кол но пускай будет кол не жалко на дно ямы насыпьте хомных земли но это уже детали можно насыпать можно расправить на нем корни можно так сыпать это уже не принципиально главное расправить корни надо так и вот смотрите место на растение где корни переходят в стебель должно быть немного выше каждого больше смотрите да это замечательно видите вот она яма здесь еще нет этого кажется что это холм нет это яма это просто яма вот яма с колом вот яма уже с корнями вот яма с подвязыванием колом и холм их душа поет душа поет кто доктор наук не знал а ребенок второго класса уже знает да теперь ну тут есть такой момент место где корни переходят в стебель засыпьте землей он правильно говорит человек видит корни под землей это ну вот понятие корневой шейки где она это понимаете корневой шейка ребята еще это не миф почему самое опасное место самое гниющее место это переход у дерева хоть у просто вот у кола кол быстро сгнивает и он сгнивает именно в этом месте понимаете это вам да так сказать учеба именно где граница земля воздух вот там сгнивает кол под землей остается над землей а там сгнивает и живой саженец а почему максимальное воздействие а агрессивной среды так а вот саженец а он не сгнивает именно это место особое особое а стоит чуть чуть повесит в воздухе или наоборот под землей получается граница то уже не на корневой шейке а где корневая шейка зерно упало правильно оно само падает это мы издеваемся над ним когда мы вместо него принимаем решение посадить поглубже вы потом увидите это все в этом чрезвычайном фильме поймете а здесь то получается что если корневая шейка на месте но тут правда не обозначится ну что вы хотите от ребенка второго класса здесь где корни переходят стебель общее понятие да корни под землей стебель над землей ну не вверх же ногами корнями вверх все правильно вот оно для второго класса пойдет я тоже в втором классе садил в лишнем месте с учителем вот затем уплотните уплотнили посаженное дерево хорошо полейте правильно а то я когда я увидел это представитель крупнейшего питомника посадив дебильную яму с этим с горой щебня саженец сухой абсолютно и сказал что первую неделю не поливайте повернулась и пошла у меня такой шок был я думаю куда-то это у меня такие случаи копятся помните в августе выкопать корни да раскопать корни в августе и пусть закаляются до зимы 3 месяца ведь это дебилизм по центральному телевидению и вот получается что это самое хорошо полейте это очень хороший совет дальше подвижите колу шпагатам ну в общем то деревца деревца могут ломаться особенно привитые кривиться под ветром под мокрым снегом вот их любят животные на них можно ночью случайно буквально через него пройти и сломать чего угодно поэтому вот это все нормально ну что я скажу я доволен для ребенка 2 класса но конечный результат такой сделали небольшой холмик подразумевается что потом он провалится и будет ровное место вот это ровное место оно для яблони терпимо для слив терпимо для вишен терпимо абрикосы и груши уже будут болеть абрикосы и груши уже говорит был бы холмик был бы вот как здесь уровень снега бы все-таки был бы пониже ведь не боятся я заметил эти абрикосы морозы боятся снега и хоть все наоборот обидно но это факт ну ладно я все в своей манере как раз и не говорю а это это не лекция от которой засыпаешь идем дальше значит последнее яблоко увидели в фильме она вызрела до конца я когда последний раз там был у меня тут права кончились неделю не ездил она все еще висела редкий случай то есть она действительно то ли родственник голден не знаю почему его назвали голденом хотя явно оно не оно оно увеличилось в два раза оно действительно первое слово голден это переводено русское золотое к нему подходит да красивое а те еще лежали я показывал в фильме почему то были разнокалиберные так разнокалиберные то есть там было и два раза меньше и полтора раза меньше чем вот эти крупные это примерно на 400 грамм тянет вот а рекордсмен у меня были пятьсот и пятьсот сорок и вот эти вот я решил как у меня же вот например я вышлю в этот казахстан да есть там замечательный садовод который искал апорты а заодно заказал и ну все что выдающийся мне есть я тогда сделал как те которые двести две пятьсот грамм они же я переименовал голден и железов да они еще дозревают они же зимние а я боюсь семечки неполноценные вот когда зазреют и в чем холоде зреют не то есть на балконе не в это не в доме не в тепле и и я сняковские семечки выкрою мелкие пойдут в ассорте они тоже достойны внимания шутка 200 200 грамм да а вот эти которые 300 400 и до 500 грамм вот самые крупные это вот для казахстана я таких уважаю вот как александр да и если еще останется еще кому-то вот и вот это вот я хочу сказать что на этих примерах теперь вы спросите а что из него вырастет а чёрт это я это хорошо быть ученым никогда не скажет такую фразу а чёрт его знает а железом может вот смотрите семя чернобаева у меня такие десятка семян и я отложил почему да это уже процесс с этого семечка может получиться такой же как он а может получиться вот такой потому что это тоже где-то это где-то семена попали из культурного сада дерево выросло само по себе как бы дикое и дала прекрасно вкусно плоды ну наверное их можно уже на север куда-то двигать вот это чернобаева обнаружил вот вам пример будет такой семян я никакой гарантии не даю ну скажите спасибо будет такой я предупредил